посмотрите какая милота ребятки просто картинка на все сто процентов козочки церковь святой варвары и водичку люди набирают добрый день дорогие друзья приветствую сегодня в варваровки мы едем суком на календаре 23 но 9 20 22 мы приехали по традиции набрать водички в святом источнике возле церкви святой варвары идем вместе с вами это сделаем водичка здесь всегда просто великолепная холодненькая даже в летний период времени на градуснике у нас плюс 19 температура воздуха просто шикарные прогулки с утра и был плюс 14 отдел кофточку будем ее снимать потому что без не думал будет легче водичка просто пушка но сегодня наш путь дорога будет пролегать в суку мы давно там не были если честно я помню всего лишь один раз летом снимал сам лично суку а так там подписчики прислали часто выкладывал и один раз я был там на пол дэнсе выступлением и так до пляжа и не дошли из чего прогуляемся посмотрим работает там что или нет обычно суку работает гораздо дольше чем вся анапа координаты этого источника вы сейчас видите на экране заезжайте обязательно водичка здесь просто первоклассная по пути в суку перед самым спуском поселку имеется вот такая упаковочка я советую на ней остановиться можно было конечно еще на памятнике калинина и сходить к морю непосредственно где он находится этот памятник называется это варваровская щель мы туда обязательно съездим тоже на пляж но пока давайте посмотрим на вот этот шикарный вид аратондо в это место приезжает огромное количество туристов для того чтобы во первых увидеть шикарные виды на море на большой утришь ну и познакомиться с этими местами ведь она по это не только песок потому что я читаю ваши комментарии мне пишут о мы приехали песок нам не нравится в анапе огромное количество каменных галечных пляжей и то же самых песчаных 45 километров но люди этого не знают сегодня у нас конкретно будет галечный пляж суку и отсюда вот с этой ротонды беседка можно просто назвать мы видим шикарный вид на большой утришь и также посмотрите на наше черное море здесь огромное количество можжевельника держит дерево дубы растут можно пособирать даже шиповник для того чтобы заварить вкуснейшие чаи ну и встретиться с ветром на нашем черном море первое впечатление от суку именно отсюда берите ребят обязательно останавливайтесь координаты видите на экране а еще небольшая секретная информация если прогуляться вот здесь по тропинке можно подняться на гору и увидеть пляж суку сверху и отсюда сделать это гораздо легче имейте ввиду тех кто любит гулять пешочком а тут можно спуститься на море тяжело но можно я надеюсь что сегодня ничего не пропустил квадрикси но рюкзак висит просто я в шоке сколько шорты полотенце я надеюсь что буду купаться парковку нашли в самом конце парковки возле в dc смены от тех пешочком здесь можно посмотреть почему продаются фрукты у ребят все вроде бы подписано 110 помидорки 80 огурчики по 50 сливки 100 рублей такие маленькие розовые 80 слива 22 рубля арбуз 75 рублей дынька 100 рублей яблоки 100 рублей крупные яблоки по 8 есть мелкие вот такие вот разбросы пациент пишите сколько чего стоит в ваших городах будет интересно по заведениям и доступности он аптеки туда дальше за поворотами есть магнит пятерочка есть мини-маркет парикмахерской одежды мини фикс танды то есть все что вам может только понадобиться для вашего комфортного отдыха отелей здесь тоже предостаточно если вы кстати отдыхали в сукон напишите как в этом году вам было на отдыхе мои дорогие жду комментарии подходим кафе старых хутор говорят ценники в этом году подняли здесь очень сильно продают разную выпечку здесь пробовали жак они подписаны спрашивать у кого ничего не хочу раньше мы здесь приходили и формате столовой очень часто ели было довольно таки вкусно пишите свои отзывы ну потому что сейчас видно что люди сидят и людей довольно таки много заведения очень популярны даже в межсезонье с левой стороны вы можете увидеть что здесь началась стройка которая упаковочка раньше была и там есть небольшой парк развлечений для детей а колесо обозрения которое здесь было его убрали с левой стороны работает он по фри горячий шашлык здесь предлагают за 80 рублей но это понимает что это на вынос тема светофорчики вот прям спасли ситуацию с уко с пробками их поставили два один здесь другой там работают синхронно это очень прям радует парковка смотрите одна парковка и обычно вот там парку из там подешевле было всего но теперь сам проход к морю поворачиваем и смотрим что здесь практически все еще поработает людей можно сказать что предостаточно жалко конечно что посносили здесь и торговые ряды и ничего так и не сделали просто установили забор то есть для нас обычных граждан как говорится никого профита здесь не произошло теперь просто белый забор а так раньше было больше конкуренции значит по идее ниже цены люди конечно на контрасте я иду в маечке здесь вот ребята в куртках шапок ушанок не хватает в общем погода переменчивая находят тучки становится довольно таки холодно он понравил по 500 продают в принципе торговля идет туалет с левой стороны есть аптека еще работает жизнь в принципе есть я проход на нам целиком сниму чтобы все показать наш любимый продавец здравствуйте я вас год не видел да здрасте как ваше ничего тоже потихонечку работа кипит вы ничего не надо спасибо большое мы ценники посмотрим достаточно помидорки по 150 220 нектарин 195 нектарин 250 есть инжир да ничего не надо ну прошу прям как в этом году сезон ночи скажи твой прям сочный домашний дружи хорошо не откажусь смотрите сливка по 80 честно в этом году тяжело будем пробки большие были в сукоп приезжать вот сейчас вот нет пробок приедал думаю посмотрю вас жизнь кипит это хорошо самое главное а инжирчик чей вот этот вот импортный вот этот место тот импортный 155 картошечка по 65 лук крымский 250 40 есть картошки по 25 лук 65 точку советуем играть знаем уже много-много лет работают как бы хорошо отзывы тоже прекрасны по ценникам сравнивайте пишите будет интересно выбор большой спасибо большое хорошая работа рад встреча тут то шашлык по 80 предлагает червогир судов булгер наггетс фри это кафе кстати осталось функционировать здесь в принципе нормально узнать сколько людей принципе движуха есть это не может не радовать ему души говорю все работает по 400 рублей штука курицы гриль продают слева некоторые ариолеты смотрю они может быть и не открывались но уже закрыты но в основной своей массе торговля прям кипит так сказать бурлит это не может ни разу тем более температура воздуха на солнышке растет вечно непривычно видеть людей прям в куртках у них это как встречается все-таки в шортах горячая кукуруза по полтиннику за 100 рублей 5 шариков и бижутерия друзьям и выбор огромный с левой стороны смотрите и кафе нету и ролеты снесены и это кафе что ли не работало даже в этом году какая грустинка ребятки ну либо уже закрылась кто кстати знает инфу напишите мне не закрылись или не работали ну что вроде бы не снесено это прайд дэм я все хотел много лет зайти туда попробовать что-нибудь покушать никак не получается в бродвей в этом году я проводил мероприятие которое называлось по пол дэнсу это вот второй раз когда я был непосредственно в суко мероприятие понравилось опыт тоже именно организаторы было интересно вот она твою маму кто это маленький такой маленький смотри сколько с него получат получат и взятые начон опасный да фигуешь не кафе бродвей люди сидят кушают отдыхают продают разные теплые обувь и здесь все ролеты тоже закрыты не работают по решению суда видите все ролеты закрыты опечатано то есть поэтому и не работали с правой стороны у нас министерство обороны санаторий с левой тоже их территория и можно вот в ту сторону ходить на пляж то тоже видите фруктов овощи продают некоторые ролеты нам же конечно по прямой на центральный пляж гораздо поприятнее будет я очень рад что в этом году пароход все так же остался открытым и его никто не перекрывал последствия нашего дождя который был ночью с громом в виде луж здесь и небольшой сырости конечно очень прикольно идешь на пляж люди оттуда все идут в куртках таких прям тепло одетые смотреть на это прям очень стрёмненько то что я в принципе собирался искупаться но когда я их вижу мне кажется что может быть не надо не делая этого юра и так далее как я вчера поймал погоду на 800 ступенях когда спустился там прям вообще хорошо пляж суку номер один мы добрались друзья мы не обращайте внимание как сейчас то выглядит потому что уже сезон подошел к концу и потому что в следующем будет все совершен по-другому вкуснее под солнцем здесь торговые точки работают нужно посмотреть цены что почему стоит в этом году и потом выпечка шашлычок с левой стороны детская площадка батут еще один бак кафе есть массаж делает мужчина и уже в принципе все разбирается в этом году с правой стороны был новый душ туалет причем хороший пишите ваши отзывы как они отработали и коммерции уже практически нет последние лежаки уже начинают потихонечку утаскивать с пляжей и разбирать все оставшиеся как говорится людей в принципе есть сказать что никого нету я не могу потому что люди на пляже присутствуют и шикарные виды сушки под солнцем надо быстрее надо садиться и взлетать хлопая ресницами и взлетами а а и а и Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Искупнемся, но надо пройти в ту сторону пляжа, чтобы это было сделать покомфортнее. Температура воздуха 22,7. Это мы стоим возле моря. Температура водички, я думаю, тоже в районе 22. Есть те, кто загорает. Есть те, кто приходит в теплых вещах. Те, кто в море купаются. Те, кто просто пришли, сфоткались и ушли. В общем, температура каждому, как говорится, по ощущениям достается. Пока я пришел на это место, полетал на квадрокоптере, я, короче, провтыкал свой градусник. Обошел весь пляж. Вот тут 2 метра туда-сюда и градусник на коне там. В общем, поднимаем чаечек за ваш настроение. Снимаем сейчас майку и идем купаться в море. Гопро сегодня с собой не беру. Вода мутная, смысл нет. Ладно, ребята, пошли. Снимай вместе. А море-то теплое. Как бы все хорошо в этом плане. Просто ништяк, ребята. Камышки не дают вам это нормально сделать. На всех чаечек переодеваемся. Сегодня по традиции подведем с чаечком итоги нашего сегодня похода. Сука, место классное, прекрасное для горных путешествий вообще идеально. У нас тут и проходят соревнования по бегу, по пересеченной местности, по горам. Так что советую вам всем побывать, подышать. Море скупался, водичка слой сверху холодненький. Туда поглубже прям теплая вода. После нас будут наши дети жить. И только мы можем сделать так, чтобы им было тихо, спокойно и прекрасно в этом мире. И дай бог всем мирного неба нам голова. Я искренне благодарен всем тем ребятам, которые защищают уже наши территории. И говорят, что мы там пошли на территорию Украины и так далее и тому подобное. Послушайте вот Жириновского. Он рассказывал о том, что России надо делать шаг вперед. То есть особенно актуально в 1941 на два дня раньше напасть на гитлеровскую Германию. И возможно все было по-другому. Особенно сейчас, слушая риторику Европы, которая говорит, что они будут снабжать Украину до полной победы над Россией. Если в голове не включается того, чего нас ждет, то наверное сложно будет вообще вести диалог. У меня есть военный билет, чтобы вы понимали. Военное время абсолютно к службе. И я спокойно пойду, когда призовут. И дай бог, чтобы наши ребята, которые имеют специальность военную, сейчас справились, смогли отстоять наши территории. В том числе сейчас там проходят референдумы. И у нас в Анапе можно проголосовать. Если они не справятся, и это все перейдет на нашу страну, то призовут, во-первых, всех. Во-вторых, сейчас присоединяться еще больше территорий. Получится, что там ребята находятся на нашей российской территории. В таком формате все это будет происходить, ребята. На самом деле, еще раз говорю, нет ненависти к украинцам. Я имею очень много друзей, знакомых оттуда. И все те, кто не стали меня ненавидеть из-за этого, вам низкие поклоны и уважения, ребята. Потому что все-таки самое жесткое, что нас в этот тупик загнали политики, загнали вот эти все пропагандисты. Я потому что с детства помню, когда мы ездили на Украину, говорили, если вдруг на Западную будем проезжать, молчи, слова никому не говори. Не дай бог, кто услышит русскую речь, тебе хана. А маленьким ребенком был. Это все распространилось на всю Украину, в большом сожалению. Хочется, чтобы наши народы жили в мире любви и спокойствия. С вами был Юрий Азаровский. Может быть, все не так, как должно звучать. Но от чистого сердца и до каждого из вас, ребятки. Дай бог нам хорошей погоды, хотя будет два дня шторма. А там мы верим в нашу силу, в нашу Россию. И дай бог победим.